Красивая улыбка, как правило, открывает магазин. Зубная эмаль, она не любит кислоту. Я бы рекомендовала максимально исключить сахар из рациона. Суть не в зубной пасте, суть состоит в зубной щетке. Дальше идет уже более глубокая терапия, и в результате имеем и здоровье, и красоту. Здравствуйте, я Волокитина Анна Владимировна, главный врач сети клиник «Стоматологическая династия». Как больные зубы влияют на организм человека? Если у человека парадонтит, то при сахарном диабете это может вызывать и повышать уровень сахара. Также больные зубы влияют на стенки сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях. Также желудочно-кишечный тракт. Но это просто. При отсутствии хотя бы одного зуба нарушается пережевывание пищи и, соответственно, страдает желудок. Если страдает желудок, то страдают и остальные органы. То есть зубы и больные влияют на весь организм в целом. Какой должна быть профилактика стоматологических заболеваний? В полости рта у человека присутствует множество бактерий. Но если гигиена полости рта в норме, то они не несут за собой никакого вреда. Но если гигиена полости рта страдает, то, конечно, возникает кариес или парадонтит, который влечет за собой все последствия, о которых я сказала ранее. Поэтому раз в полгода профилактическая очистка, профилактические осмотры у своего врача-стоматологии должны быть обязательны. Как сахар влияет на зубы? Сахар. Что такое сахар? Сахар – это простые углеводы. Когда простые углеводы вступают в реакцию с бактериями в полости рта, то они начинают вырабатывать органическую кислоту. А эта кислота, соответственно, влияет на эмаль зубов. То есть она ее истончает или же она ее разрушает. При этом мы имеем кариес и дальнейшие все последствия. В слюне есть вещества, которые нейтрализуют эту органическую кислоту. Но если регулярно и в большом количестве идет поступление сахара, то, конечно, эти вещества не справляются. Мы имеем проблемы, такие как кариес. Во многих продуктах, которые мы употребляем в течение дня, в них тоже находится сахар. Это овощи, фрукты, каши и так далее. Поэтому добавление сахара или мучных изделий просто так я не рекомендую. Я бы рекомендовала максимально исключить сахар из рациона, так как без него мы становимся энергичнее и здоровее. Какие напитки вредны для здоровья зубов? Зубная эмаль, она не любит кислоту, не любит красители. Поэтому все напитки, которые содержат красители, газы, сладости, их желательно исключить. Не настолько вредно кофе или чай, сколько кока-кола, пепси-кола и прочие напитки, которые являются газированными. Даже газированная вода лучше употреблять без газа. Чем лучше пользоваться для ежедневного ухода за полостью рта? Для ежедневного ухода за полостью рта в домашних условиях, конечно, мы имеем зубную щетку и зубную пасту. Но зубная щетка не всегда вычищает идеально межзубные промежутки и области, где зуб стыкуется с десной. Поэтому для этого чаще в обыденной жизни люди используют нитку или флосс. Но я бы рекомендовала больше ирригатор или зубные ершики. По причине той, что зубная нитка может иногда создавать травму десневого сосочка, вызывать кровоточивость. А это не есть хорошо. Поэтому замена зубной нити – это, конечно, ирригатор и зубные ершики. А особенно людям, у которых есть виниры, коронки, брекеты, стоят на зубах – это в обязательном порядке. Ирригатор, зубная щетка и межзубные ершики. Нужно ли периодически менять зубную пасту и как правильно выбирать зубную щетку? Суть не в зубной пасте. Суть состоит в зубной щетке. А зубная паста является помощником и ароматизатором для зубной щетки. И, безусловно, зубная паста есть для снятия чувствительности зубов, для снятия воспаления со втором или без. Но это второстепенно, потому что самое важное и основное – это зубная щетка. И я бы ее очень рекомендовала выбирать по показаниям, в зависимости от того, какая эмаль, какая десна, в каком состоянии сейчас находятся зубы. Зубная щетка должна быть, безусловно, мягкая, но лучше любые средства гигиены для полости рта подбирать со своим врачом-стоматологом, которому вы доверяете. В какой период беременности женщинам лучше лечить зубы? Беременным в обязательном порядке тоже посещать врача-стоматолога, так как во время беременности в связи с гормональными перестройками может появляться так называемый гингивит беременности. И желательно, чтобы врач-стоматолог это осмотрел. Если есть какие-то другие проблемы, связанные с зубами или с десной, то самый лучший период для лечения и решения стоматологических проблем – это второй триместр. А еще лучше, конечно, узнавать и задавать вопросы своему гинекологу, и чтобы они вместе, коллегиально со стоматологом, понимали, что, когда можно делать. С чем может быть связана повышенная чувствительность зубов? Чувствительность зубов может возникать при неровных зубах, то есть патологии прикуса, при отсутствии какого-либо зуба, потому что при отсутствии какого-либо зуба соседние зубы могут наклоняться или выдвигаться. А, соответственно, у каждого зуба есть своя функция, роль, которую они несут. И если функция нарушается, то, соответственно, нарушается работа всей зубочелюстной системы, и зуб, соответственно, перегружается. Когда зуб перегружается, мы получаем стираемость, микротрещины, эмали, мы получаем сколы эмали в области шейки зуба, и от этого идет, безусловно, чувствительность. Также при парадонтите, когда на зубах есть зубной камень, который отодвигает десну, оголяется корень зуба, который не покрыт эмалью, и мы имеем тоже чувствительность. Почему кровоточат десна? Кровоточивость зубов чаще всего это гингивит, скажем так, начальная стадия. Он образуется при, опять-таки, плохой гигиене полости рта, и мы имеем кровоточивость. Парадонтит – это уже следующая стадия после гингивита, которая появляется, если человек не дочищает зубы или пропустил стадию гингивита, кровоточивость десен. Идет следующая стадия – парадонтит. Образуется уже не мягкий, а твердый зубной налет, то есть зубной камень, который отодвигает десну, разрушает связочный аппарат зуба, определяется зубодесневой карман, в который набиваются остатки пищи и токсины микроорганизмов, которые есть в полости рта. И мы имеем неприятный запах изо рта, подвижность зубов, чувствительность в какой-то мере, ну и, конечно, кровоточивость десны. Если уже есть проблема с кровоточивостью десны, то, безусловно, номер один – это идти к стоматологу. Доктор поставит правильный диагноз, и в первую очередь это, скажем так, наддесневая чистка, то есть делаем профессиональную гигиену полости рта. Снимаем зубной налет, пигментированный налет, снимаем твердые зубные отложения ультразвуком и аэрфло, щеткой, пастой, то есть это все убирается. Если после этого не помогло и достаточно высокая глубина парадентальных карманов, то дальше идет уже более глубокая терапия. Это кюритаж, это поддесневая чистка, и, соответственно, дальше наблюдается вектор терапия и так далее. Все по показаниям. Виниры – это про красоту или про здоровье? На самом деле виниры относятся к разделу эстетической стоматологии, поэтому, конечно, это красота. Но красоты никогда не бывает без здоровья. Поэтому я считаю, что виниры – это и красота, и здоровье. Например, если у человека та же стираемость зубов, соответственно, при стираемости зубов идет понижение высоты прикуса. Снижается высота прикуса, нарушается работа суставов и мышц, при этом страдает и внешний вид человека. Соответственно, для того, чтобы воссоздать эту высоту прикуса, мы предлагаем накрывать зубы винирами или керамическими накладками. Таким образом, мы поднимаем высоту прикуса, возвращаем функцию зубочелюстной системы и в результате имеем и здоровье, и красоту. Потому что в данной ситуации человек может изменить форму, цвет зубного ряда. Чем опасен неправильный прикус? Неправильный прикус – это не есть хорошо. Ну, начнем с точки зрения, что кривые зубы – это просто некрасиво. А на сегодняшний день, когда мир стремится к красоте и идеалу, то это просто некрасиво. А красивая улыбка, как правило, открывает магазин. Кривые зубы влияют на, опять-таки, возникновение того же гингивита или парадонтита кровоточивости десен. Потому что не вычищается, нет хорошего вычищения в этих межзубных пространствах. Соотношение неправильное верхней и нижней челюсти ведет к дисфункции всей зубочелюстной системы. То есть это мышцы, это суставы, это неправильное пережевывание пищи и это, соответственно, перегруз зубов, потому что они выполняют не ту функцию. Доверяйте своим докторам, и вы будете абсолютно здоровыми людьми. Редактор субтитров А.Семкин